МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Примерно 2-3 мастера. Каждый узелок делается вручную, и срок изготовления таких ковров около двух лет. Иран, Индия, Армения – основные поставщики самых дорогих и эксклюзивных ковров. Шерстяные и шелковые нити, натуральные красители – секреты изготовления таких полотен передаются из поколения в поколение. Огарон – потомственный мастер и реставратор. Начал заниматься коврами с 7 лет. Говорит, каждому изделию нужен свой подход. Если не душой делаешь эту работу, ты не можешь быть мастером, потому что это такая работа, что должен сделать с душой, с любовью. Если у тебя нет к своей работе, есть негатив к твоей работе, что ты это делал, ты вынужден это сделать, тогда не получится красиво, хороший результат не будет. Реставрирует, моет, чистит. Вид ковра определяет с первого взгляда. Чем сложнее изделие, тем бережнее должна быть чистка. Синтетические представители – самый распространенный вид. Для устранения загрязнений их замачивают. Далее используют специальный аппарат. В завершении – интенсивная чистка в машине под мощными струями воды. Отжим в центрифуге и в сушильную камеру. Только профессиональный уход не испортит ковер и очистит максимально хорошо. Потому что мы сначала убираем оттуда полностью песок, грязь, волосы, после чего отдаем на стирку. А после стирки еще обрабатывается, расчесывается, все вот это, пельотсосом убирается все пелы. Из некоторых ковров удаляют буквально килограммы песка и грязи. В заключение вручную укладывают и расчесывают ворс. Проводят озонирование, очистку от бактерий и запахов. Автоматически сворачивают и упаковывают. В таком виде текстильные красавцы отправляются к своим хозяевам, чтобы вновь радовать их теплом и красотой. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...